И рукодельнички мои тоже смотрите обязательно дальше. Я покажу вам кое-что для рукоделия. Вы такого еще не видели на моем канале. Таня, в какой программе ты редактируешь свои видео? Отвечу. Реально, ем кекс ради этого ореха. Я так уже подумала. Всем привет, мои хорошие. Вы на моем канале. Я очень этому рада. Добро пожаловать всем новеньким. Кто новенький, меня зовут Татьяна. Я рада вас приветствовать. Обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, без ваших лайков просто каналу не жить. Поэтому всегда благодарю за ваши лайки. Так, ребята, мы сейчас едем в Новороссийск. Мне нужно забрать посылочку, так как она пришла в пункт выдачи DPD. И мне нужно забрать ее оттуда. Что-то напутали. Пришел Тедекор, но почему-то он пришел не домой, как обычно, не на почту, а вообще в DPD Новороссийск. Надо забрать. Что еще? Если у меня получится сегодня, то мы с вами заедем в Фикс Прайс. Ну, точнее как, я заеду в Новороссийский Фикс Прайс, посмотрю. Вообще, чтобы понимать, может быть, мне Новороссийский Фикс понравится больше, чем тот, который в Анапской, в пригороде Анапы. Если это так, может быть, я там какие-нибудь новиночки прихвачу. Но вообще было бы, конечно, просто прекрасно, если бы мне удалось там прикупить еще корзиночки. Вот эти из новинок, которые с крышкой по 199 из Фикса для пряжи. Потому что у меня сейчас еще поступление пряжи было. И они мне, в общем-то, нужны. И было бы здорово, если бы они там нашлись. Так, что из новостей? У нас испортилась погода катастрофически. Я вот, видите, в куртке, ну, в пиджаке, да, в косухе кожаной, в ботинках, ну, в платье, там, ботинки. Короче, все. Весна закончилась, у нас снова, ну, не зима, но осень, как минимум. Вот, вот такие вот, собственно, дела. Поедем. Расскажите, что у вас по погоде. Как у вас вообще обстоят дела. Вот, видите, вот такая вот погода. Дождик вчера был. А сегодня вот такое вот. Пасмурно, грязно. Все, как я люблю, в кавычках. Так, вот тут. Фото грелик шоколадки. Риттер Спорт новинка. Темный шоколад. И кундук. Весной орех. Вот. Люблю эти конфетки. Так. Еще, пока я не забыла, у нас с вами очень часто возникает вопрос. Несмотря на то, что я на него ответила в последнем видео, все равно мне пишут, Таня, в какой программе ты редактируешь свои видео? Отвечу еще раз. Девочки, запоминайте. Мои хорошие, юные блогеры, кто хочет стать блогером или ищет для себя программу, внимательно. Сейчас вот внимательно. Я снимаю на iPhone 7 Plus. Редактирую видео в родной программе iMovie. Никакой другой я не пользуюсь. Фоточки я обрабатываю в PixArt, Snapseed и Wayscoco. Все. Больше ничем другим я не пользуюсь. Надеюсь, полезная информация. Так, мои хорошие, мы дома. Пока у меня тут сейчас Василий, это наш робот-пылесос, наводит порядок, я хочу вам рассказать то, что мне удалось узнать в налоговой. Значит, смотрите, все ИП, кто прекратил осуществлять свою деятельность после 1 марта, имеют право на выплату в размере 12 тысяч рублей. Насколько я поняла, это ежемесячно. Вот. И Рома такую выплату получит, скорее всего. А я не прохожу на эту выплату, потому что мой АКВЭД, который указан как основной, он открывался, когда еще было агентство недвижимости у меня, и почему-то операции с недвижимостью под эту статью не подходят, но я так думаю, что, скорее всего, я буду звонить на какую-то горячую линию и этот вопрос выяснять по той простой причине, что, когда я открывала ИП, это было в 2012 году. Да, тогда мой основной вид деятельности был операции с недвижимостью, но это продлилось буквально пару-тройку лет, и потом я сменила вид деятельности, открыла магазин, добавила очень много АКВЭДов, но основной менять не стала, я же не знала об этом, и получается по факту, что сейчас ситуация такова, какова она есть, магазин закрыт, магазин не работает, при условии того, что налоги я, тем не менее, заплатила, да, и заплачу, естественно, и за остальные кварталы, получается, но по логике вещей, наверное, эта выплата должна быть и мне, но даже если ее не будет, я, ну, переживу, наверное, просто хочу, чтобы вы знали, что, во-первых, есть горячие линии, есть телефоны бесплатные, по которым можно уточнить, и также можно просто в налоговой, либо в центре бухгалтерских услуг, по вашей фамилии, либо по вашему ИНН, по запросу, они смотрят в базе данных и говорят вам, проходите вы в эту группу, кто получит выплату или нет, так что, если у вас официально открытое ИП, то я очень рекомендую вам все же поинтересоваться, потому что, ну, 12 тысяч, это, конечно, небольшие деньги, но это налог за один квартал, да, который мы платим, поэтому минимальный, было бы очень даже ничего получить эту выплату, так что, девочки, новости вот такие, так, еще у нас пришла посылочка, которую я забрала, с Т-декора, просто кошмар, я сейчас вам покажу, там столько вкусняшек, я столько всего заказала, немножечко позже, сейчас я переоденусь, потому что я еще даже не переоделась, и покажу вам, что ж я там такого назаказывала, и рукодельнички мои, тоже смотрите обязательно дальше, я покажу вам кое-что для рукоделия, вы такого еще не видели на моем канале, так, ну что, давайте пройдемся по тем моментам, которые я уже брала на до декоре, и очень-очень мне понравилось, то есть, это уже повторный заказ, и могу рекомендовать вам, смотрите, первым делом, орех макадамия не очищен, я взяла две упаковочки, по 520 грамм, получается, вот здесь есть открывашечка внутри, это, как я уже говорила, самый дорогой орех в мире, он очень вкусный, и цена его может варьироваться, от 800 рублей за килограмм, до выше 3000, на до декоре цена получается средняя, то есть, она не самая дорогая далеко, очень классный орех, порченых я из всей упаковки, в прошлый раз нашла буквально пару штук, остальные все идеальны, просто суперские, очень вкусные, девочки, очень-очень вкусные, следующий орех, который тоже я просто обожаю, сейчас покажу вам, как раз у меня уже остатки роскоши, от кекса, который я люблю готовить, именно с этим орехом, получается невероятно вкусно, лучше, чем грецкий орех, это у нас пекан, здесь у меня сколько грамм получилось, 700 грамм, да, вот, вот такой вот орех, шикарный, сделайте, такой же он вкусный, просто вообще, отличный орех, очень понравился, так, снова взяла изюм, на сей раз уже побольше, потому что в прошлый раз брала на пробу, и в этот раз, как вы видите, взяла уже большую упаковку, здесь у нас, не пойму, килограмм, наверное, или что, это изюм джамбо, черный, отлично подходит для плова, для выпечки, идеальный, вообще отличный, мне очень-очень нравится, тоже могу вам смело порекомендовать, также, я взяла еще миндаль, здесь килограмм 50 грамм, ну, обычный миндаль, очищенный, миндаль, тоже полезный орешек, его надо кушать, также взяла ядра абрикоса, только здесь написано 350 грамм, но это же больше упаковка, вот, тоже вкусняшечки такие, дальше, взяла грецкий орех, не очищенный, вот такой вот, высший сорт, 700 грамм, так, а где это у нас, не интересно, ну, это обычный наш, наверное, да, но крупный орешек такой, мне захотелось посмотреть, какой он будет, не очищенный, его взяла, так, еще что, вот такое вот ядро орехов кедровых, ну, в представлении не нуждается, я так думаю, здесь у меня 500 грамм, вот, 500 грамм, орехи кедровые, вот, ну, я, честно говоря, очень люблю кедровые орехи, и не люблю их щелкать, я люблю очищенные, и вкусные, вот, еще я решила взять сухофрукты, смотрите, взяла вот такую вот курагу, она такая крупная, вообще, смотрите, какая она крупнейшая, вот, прям огромная, ну, сами понимаете, курага, это дело полезное, ее нужно кушать, особенно у кого там какие-то проблемы с сердцем, будет прям супер-супер, так, изюмчик вот такой, джамбо светленький взяла, ну, тоже в выпечку добавить, какую-то, да, в кекс тот же самый, не люблю, и, очень мне захотелось попробовать, что за штука такая, персик сушеный, вот, правда, очень захотелось, и сейчас я открою, попробую одну штучку, скажу вам, как она у нас, персик сушеный, вот так вот он выглядит, то есть, он абсолютно без сахара, без какой-либо ерунды, просто сушеный персик, но он не дубовый, он такой, немножко влажненький, кисло-сладенький, классный, хороший персик, мне понравился, я, наверное, буду заказывать в следующий раз еще, и вам могу порекомендовать, если вы такое вдруг искали, по нормальным ценам, то вам сюда, слово, тот самый красавчик, о котором я говорю, наш любимый кекс, вот так вот он выглядит, осталось уже, как я говорила вам, остатки роскоши, вот так выглядит орех, какой же он вкусный, девочки, я не могу передать вам словами, насколько пекан вкусен, после приготовления в духовке, я вот просто, реально, ем кекс, ради этого ореха, я так уже подумала, что, кушать столько кекса, ради жареного ореха, это, наверное, не очень удачное решение, надо просто орех обжарить, и, как бы, ладно, Рома пускай кушает кекс, если ему нравится, а он очень любит, а я буду просто орешки наяривать, так что, очень-очень-очень вкусно, если возникнут вопросы, по рецепту кекса, я уже не раз его оставляла, посмотрите мои ролики ранее, и еще, я уже не первый раз, смотрю на вот такую штуку, и уже решила все-таки взять, смотрите, называется, хаштаг, насколько я понимаю, да, экологически чистый продукт, из Узбекистана, на фотографиях я все думала, да что же это такое, ну что это такое, непонятно, да, понимаю, что орех грецкий, понимаю, что в каком-то сухофрукте, но совершенно непонятно, какой он сухой, или влажный, сладкий, или кислый, какой вообще, в общем, девочки, смотрите, это орех грецкий, но он завернут как-то, вот здесь вроде бы, одна какая-то оболочка, а другой мне попадался, он завернут в два сухофрукта, вот как вот этот, смотрите, там получается курага, и что, и чернослив, и завернут орешек грецкий, слушайте, мне понравилось, это и правда вкусно, и потом я хочу сказать, что это, наверное, без каких-либо консервантов, потому как, ну, видите, цвет обычный, да, как будто бы натуральный, понравилось, с кофе как раз я сейчас все это дело кушала, весьма-весьма вкусно, так, еще что я решила взять, смотрите, на пробу, я никогда не пробовала, девочки, правда не пробовала, я понимаю, что могла бы купить и здесь, не обязательно было заказывать, но стало любопытно, почему бы не взять, варенье из грецких орехов, вот, написано, что Кубань продукт, но это сделано, производитель здесь, ну, не Кубань, а Азербайджан, вот, в общем, буду пробовать, не знаю, если вы такое пробовали, расскажите, как вам вообще нравится, не нравится, мне даже страшновато пробовать, если честно, так, еще решила взять чай, вот такой вот, Азербайджан, тоже странно, но я увидела, что есть крупнолистовой, черный, байховый, поэтому заодно уже докинула к заказу, так, еще, смотрите, чернослив, без косточки, полкилограмма, обычный, самый простейший чернослив, тоже решила взять, уже в одну кучу, со всеми вкусностями, еще стало любопытно, что такое за чудо, фундук в кунжуте, я вообще думала, что это будет просто как-то, каким-то образом, там обжаренный фундук, да, и обваленный в кунжуте, ну, нет, здесь фундук, он как-то в сахарной глазури, и потом сверху, вот этот белый кунжут, ну, честно говоря, мне не очень понравилось, я не знаю, не буду, вот это вот я не буду вам прям советовать, мне по вкусу не пришлось, вот это, именно, еще не все по вкусняшкам, девочки, смотрите, что тут еще, здесь еще есть мармелад, вот, мармелад веселый, интересное название, но суть и не меняет, просто мармелад, состав здесь у него, вот, можете посмотреть, какой состав, вот так, здесь, я так поняла, мармелад вообще всех видов у меня, желейный, вот такой в коробочке, подарочный, прекрасный, слушайте, можно прям подарить, да, смотрите, как классно выглядит, я люблю, вот такие крафтовые упаковки, Ивановская область, срок годности, состав, вот такой, жимолость, что-то там, в общем, красивые упаковочки, такой, вот у меня есть желейный, дальше, дольки, фруктовые, а пахнет, кстати, отсюда, вы не представляете, как вкусно, вот такие долечки, прям детство вспоминается сразу, ну, такие дольки, мне нравились, я помню, далее, вот такие дольки, в шоколаде, мне кажется, какое-то извращение, ну, ладно, я попробую, и вот такой мармелад, тоже знаю, много любителей, у именно вот такого мармелада, трехслойного, вот, целая коробка мармелада, теперь, мои милые рукодельницы, вас у меня, как оказалось, много, а даже те, кто не рукодельничают, любят посмотреть такую тему, вот смотрите, я заказала стоперы, блокаторы, не, да, блокаторы, это называется, для носок, и для варежек, вот такой вот стопер для варежек я взяла, надо будет еще по одному заказать, потому что сейчас до меня только дошло, что нужно же по паре каждого, да, я получается взяла, вот стопер для варежки, стопер для женского носочка, меньшего размера, да, стопер для мужского носочка, получается, мне нужно еще по одному каждого, они, ой, ну вообще милота, смотрите с усами, женский с цветочком, Они все деревянные, вот так выглядит дерево, ну обычное, такое достаточно плотное, то есть оно не гнется и особо я не вижу здесь никаких сучков, зазубринок и так далее. Вот классическая обычная форма и насколько я знаю на таких блокаторах очень удобно сушить носки, потому что они, ну имеется ввиду вязаные носки, да, потому что они высыхают именно в той форме, в какой надо и получаются плоские такие удобные. Ну я знаю, девочки уже рассказывали неоднократно о том, что это прям супер удобная вещь сушить именно на вот таких вот блокаторах. И еще, смотрите, девочки, я взяла ручки, тоже на пробу посмотреть, какими они будут на этой декоре, вы поняли, да, это деревянные ручки для сумок, либо из рафии, летние сумочки вязаные, вы меня поняли, либо из джута, либо из трикотажной пряжи. Я взяла пока что вот таких вот две, на мой взгляд, это самые универсальные, вот такие полностью деревянные ручки, покрытые обработкой, ну здесь либо лак, либо морилка, что-то такое, ну то есть классическая деревянная обработка, вот так выглядит эта ручка. Вот, так что имейте ввиду, такое тоже там есть и цена очень даже оправдана, то есть она ниже, чем в обычных магазинах рукодельных, это точно. Так, еще смотрите, что я взяла, снова маски, вот таких вот несколько штук, ну это вот просто, да, такие, их двуслойный материал, не тканый, да, наверное, вот такой какой-то, на резиночках. И вот таких вот черных взяла, вот эти мне прям очень понравились, я уже, девочки, даже примерила, и выглядит это супер, вообще не стремно, они как будто из каких-то панталонов сшиты. То есть вот обычная тканевая черная масочка, здесь, наверное, штук 10 или 5, сколько их тут, 6, 3, 6, ну в общем. И еще вот такая у меня тут попадается голубенькая, это прям уже, знаете, стелячья такая, то есть с джинсами, с кедами и пошел. То есть не обычная белая, а такая прям какая-то, немного даже стильная. Вот, взяла вот две упаковочки для того, чтобы было, потому как, ну бог его знает, чем все дальше повернется, да, вдруг они пригодятся реально. Поэтому вот, черные мне очень понравились, они удобные, они комфортные, не давят нигде ничего. Я вот думаю даже поделиться девочкам на почту, которые работают, отнести пару штук, потому что я знаю, что они там бедные мучаются, те маски, которые им выдали, они же целый день у них находятся и жалуются потом, что у них болит голова от этих резинок и так далее. Может быть такие тканевые, будет им удобно. В следующий раз, когда пойду на почту, обязательно отнесу им. Так, едем дальше. Я увидела на сайте вот такую вот класснючую корзинку, девочки, для цветов. Смотрите, это деревянная корзиночка, знаете, есть вот по типу собери сам, то есть она приходит разобранная из нескольких деталей, вот эти вот боковиночки, вот эти, это ручка. Полностью покрашено, все как бы это, но она разобрана. В общем, я ее собрала. Единственное, что она, вот видите, ее нужно, наверное, вот такие конструкции проклеивать, да, когда собираешь. Я как-то об этом не подумала. Сначала собрала, но не проклеила. Вероятно, придется теперь мне опять ее разобрать, проклеить, и чтобы она уже, ну, не было риска, что ты, допустим, с каким-то горшком цветочным возьмешь, и она развалится. В общем, очень мне понравилась, красивая, такая прям стелячья, классненькая. Буду пользоваться обязательно, конечно. Разряды странных покупок. Это салфетница-балерина, насколько я понимаю, да, либо танцовщица, что-то такое. Собрала ее с трудом, что-то мне никак не доходило, что здесь куда, но в итоге все получилось, все собралось. И теперь вопрос, то ли я буду ее использовать просто в качестве декора, то ли я буду использовать ее для украшений своих, что, кстати, вот мне только что пришло в голову, но, вероятнее всего, именно так я и поступлю. Потому что, ну, как салфетницу использовать, как-то я не очень представляю на столе, если честно. Она довольно массивная такая. Да, точно, девчонки, для украшений. Вот идеальная идея. Точно, да, я решила. Не обошла вниманием Рому, взяла ему тапочки, потому что Юви продолжает уничтожать именно его тапки. Ну, как бы, если альтернативы нет и его тапок нет, есть мои, она уничтожит мои. В общем, у нее такая любовь, игра с тапочками. Взяла вот такие просто синие и вот такие вот с надписью. Но вот здесь я вам рекомендую брать все же просто синие, потому что вот здесь, вот видите, надпись, она как будто бы краской нанесена. И вот раз она треснула, скорее всего, она будет просто облупляться. Поэтому, если будете брать, вот такие синие просто берите. Так, я не знаю, в каком бреду я заказывала себе носки. И вообще, заказывала ли я их? Или, может быть, это в подарок положили? Как-то мне сейчас память покинула в этот момент. Почему-то у меня вот такие вот одни носочки, носки, слитки женские и голубые. Ничего не поняла, ну ладно. Так, вот такую вот решила взять, прихваточку обновить. Очень мне понравилось по расцветке. Там их много разных. Но вы понимаете, да, что от особого жара вот эти прихваточки не спасут. Но, по крайней мере, крышку снять со сковороды, либо с кастрюли, это вполне возможно. И очень даже удобно. Поэтому вот такие я частенечко покупаю. И здесь она мне понравилась. Так, и последнее, что я на сей раз взяла, это вот такие вот подушки, сидушки для стульев. Как вы знаете, я люблю частенько менять цвета, люблю менять фактуры. И вообще, в принципе, для того, чтобы отправить в стирку, вот такие решила взять, которые потоньше. Ну, то есть, они обычные. Я бы не сказала, что они прям совсем тонкие. Вот такие вот они. То есть, нормальные. Это не жестко. Это очень даже нормально. На них удобно сидеть. Вот так вот я вам покажу поближе. Вот. Вот так все это дело выглядит. Я их уже приспособила. Предыдущие отправила в стирку. А этими пока что мы будем пользоваться. С обратной стороны вот так выглядит. То есть, на бантик просто завязываем и все. Как вы понимаете, они мне очень даже неплохо подходят к ламинату. По цвету я имею ввиду. И фактура. Мне вот эта, кстати, тоже нравится. Мне прям даже почему-то видятся шторы вот в такой фактуре. Понравилась она мне. Или даже скатерть может быть какая-нибудь такая. Ну, суть вы поняли. Очень бюджетные подушечки. Я вам, конечно, все ссылки оставлю в описании. Вы проходите, смотрите. Если вдруг вам что-то нужно, то все можно найти. Всю информацию в описании к этому видео. В общем, вот. Четыре штуки, естественно, я взяла. Надо их положить правильно. Ну, вот так. Вот так выглядит. В принципе, удобно. Я уже опробовала. Нормально. И напоследок, девочки. Я так понимаю, что мне положили подарочек. Вот такая вот подушечка-смайлик. Вот. Вот такая раскривушка. Надо поправить, наверное, как-то наполнитель, чтобы она ровная была. Но в любом случае, очень приятно. Спасибо Тедекору за внимание. Тем более, смайлик. Это особо приятно. Вот, девочки. Такая вот подушечка у нас появилась. Да, здесь есть молния. Можно, во-первых, стирать чехол. А во-вторых, можно, наверное, расправить получше наполнитель. Собственно, что, мои дорогие, на этом будем заканчивать коротенький вложик наш. Надеюсь, вам со мной было весело, интересно. Или, как минимум, вы просто приятно провели время. Ну что, целую вас, как этот смайлик. Благодарю за внимание. Обязательно поддержите меня лайком. Я всегда очень благодарна за это. И, как обычно, встретимся в комментариях. Люблю, целую. Пока-пока.